Джек и бобовый стебель. Английская сказка. Жила когда-то на свете бедная вдова. У нее был единственный сын по имени Джек, да корова по прозвищу Белянка. Корова каждое утро давала молоко, и мать с сыном продавали его на базаре, этим и жили. Но вот вдруг Белянка перестала доиться, и они просто не знали, что и делать. «Как же нам быть? Что же делать?» в отчаянии повторяла мать. «Не унывай, мама», — сказал Джек. «Я наймусь к кому-нибудь на работу». «Да ты ведь уже пробовал наниматься, но никто тебя не берет», — отвечала мать. «Нет, видно, придется нам продать нашу Белянку и на эти деньги открыть лавку». «Что ж, хорошо, мама», — согласился Джек. «Сегодня как раз базарный день. Ты я живо продам Белянку, а там и решим, что делать». И Джек повел корову на базар, но не успел далеко отойти, как повстречался со смешным-пресмешным старичком, и тот сказал ему. «Доброе утро, Джек». «И тебе доброго утра», — ответил Джек, а про себя удивился, откуда старичок знает, как его зовут. «Ну, Джек, куда ты идешь?» — спросил старичок. «На базар продавать корову». «Так, так, там кому и торговать коровами, как не тебе», — посмеялся старичок. «А скажи-ка, сколько у меня бобов?» «Ровно по два в каждой руке, да один у тебя во рту», — ответил Джек, видно, малый непромах. «Верно», — сказал старичок. «Смотри, а вот и эти бобы». И старичок показал Джек какие-то диковинные бобы. «Раз уж ты такой смышленый», — продолжал старичок, — «я не прочь с тобой поменяться. Даю эти бобы за твою корову». «Иди к своей дорогой», — рассердился Джек. «Так-то оно лучше будет». «Э-э-э, да ты не знаешь, что это за бобы», — сказал старичок. «Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба». «Да ну, правда», — удивился Джек. «Истинная правда. А если нет, заберешь свою корову обратно». «Идет», — согласился Джек, отдал старичку белянку, а бобы положил к себе в карман. Повернул Джек обратно домой. И так как далеко от дома он отойти не успел, то еще не стемнело, а он уж был у своих дверей. «Как? Ты уже вернулся, Джек?» — удивилась мать. «Я вижу, белянки с тобой нет. Значит, ты ее продал. Сколько же тебе за нее дали?» «Никогда не угадаешь, мама», — отвечал Джек. «Да ну, ах ты мой хороший. Фунтов пять, десять, пятнадцать. Ну уж двадцать-то не дадут». «Я говорил, не угадаешь. А что ты скажешь вот про эти бобы? Они волшебные. Посади их вечером и...» «Что?» — скричала мать Джека. «Да неужто ты оказался таким простофилей, что отдал мою белянку, самую удойную корову во всей округе, за горсточку каких-то скверных бобов? Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» «А твои драгоценные бобы полетят за окно. Так-то. Теперь живо спать. И есть не проси. Все равно не получишь. Ни кусочка, ни глотка. И вот поднялся Джек к себе на чердак, в свою комнатушку, грустный-прегрустный. И мать рассердила, сам без ужина остался. Наконец он все-таки заснул. А когда проснулся, комната показалась ему очень странной. Солнце освещало только один угол, а вокруг все оставалось темным-темно. Джек вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Какое-то диковинное дерево. А, это его бобы, что мать накануне выбросила из окна в сад, проросли и превратились в огромное бобовое дерево. Оно тянулось все вверх, вверх и вверх до самого неба. Выходит, старичок-то говорил правду. Бобовый стебель вырос как раз за окном Джека и поднимался вверх, будто настоящая лестница. Вот Джеку и оставалось лишь отворить окно да вспрыгнуть на дерево. Так он и сделал. Полез Джек по бобовому стеблю, и все лез, лез и лез, лез, лез и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную и широкую дорогу, прямую, как стрела. Пошел по этой дороге, и все шел, шел и шел, пока не пришел к огромному-преогромному высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная-преогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня!» – сказал Джек очень вежливо. «Будьте так любезны! Дайте мне, пожалуйста, позавтракать!» «Ведь накануне Джек остался без ужина, вы же знаете, и был теперь голоден, как волк!» «Позавтракать захотел!» – сказала огромная-преогромная высоченная женщина. «Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда! Мой муж великан и людоед, и ничего на свете он так не любит, как мальчиков, зажаренных в сухарях!» «Ох, сударыня! Очень вас прошу, дайте мне чего-нибудь поесть!» – не унимался Джек. «У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было! И не все ли равно, зажарят меня или я с голода умру!» «Что ж, жена людоеда была, в конце концов, совсем неплохая женщина. Вот отвела она Джека на кухню и дала ему кусок хлеба с сыром до кувшин парного молока. Но не успел Джек покончить и с половиной всего этого, как вдруг... Топ-топ-топ! Весь дом даже затрясся от чьих-то шагов! «О, Господи! Да это мой старик!» – ахнула великанша. «Что делать? Скорей-скорей прыгай вот сюда!» И только она успела втолкнуть Джека в печь, как в дом вошел сам великан-людоед. Ну и велик же он был на самом деле! На поясе у него болтались три теленка. Он отвязал их, бросил на стол и сказал. «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак!» «Ого! Чем это пахнет?» «Ди фай фу фут! Дух британца чую тут! Мертвый он или живой попадет на завтрак мой!» «Да что ты, муженек!» – сказала ему жена. «Тебе померещилось! А может, это пахнет тем барашком, что так пришелся по вкусу тебе вчера за обедом? Пойди-ка лучше умойся да переоденься, а я тем временем приготовлю тебе завтрак!» Людоед вышел, а Джек уже хотел было вылезти из пищи. И бросился на утек, но женщина не пустила его. «Подожди, пока он не заснет!» – сказала она. «Он всегда любит вздремнуть после завтрака!» И вот великан позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка с золотом и уселся пересчитывать монеты. Считал, считал, наконец стал клевать носом и захрапел так, что весь дом опять затрясся. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался на цыпочках мимо спящего людоеда, схватил один мешок с золотом и, давай бог, ноги прямо к бобовому стеблю, сбросил мешок вниз к себе в сад, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился дома. Рассказал Джек обо всем матери, показал ей мешок с золотом и говорит, «Ну что, мама, правду я сказал насчет этих бобов. Видишь, они и в самом деле волшебны». «Не знаю, каковы эти бобы, — отвечала мать, — но что до людоеда, думаю, что это тот самый, что убил твоего отца и разорил нас?» «А надо вам сказать, что когда Джеку было всего три месяца, в их краях появился страшный великан-людоед. Он хватал кого попало, но особенно не щадил людей добрых и щедрых. А отец Джека, хотя и был сам небогат, всегда помогал беднякам и неудачникам». «Ах, Джек, — закончила мать, — подумать только, что людоед и тебя мог съесть. Не смей больше никогда лазить по этому стеблю». Джек пообещал, и они зажили с матерью в полном довольстве на те деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек забыл про свое обещание, решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. Вот в одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. Лез и лес, 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 огромного высоченного дома. Как и в прошлый раз, у порога стояла огромная-преогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня!» — сказал ей Джек, как ни в чем не бывало. «Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть». «Уходи скорее отсюда, мальчуган!» — ответила великаныша. «Не то мой муж съест тебя за завтраком!» «Э, нет, постой-ка! Уж не тот ли ты, юнец, что приходил сюда недавно? А знаешь, что в тот самый день муж ему не досчитался одного мешка с золотом?» «Вот чудеса, сударыня!» — говорит Джек. «Правда, я кое-что мог бы насчет этого рассказать, но мне так хочется есть, что пока я не съем хоть кусочка, ни слова не смогу выговорить». Тут великаншу разобрало такое любопытство, что она впустила Джека в дом и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать медленно-медленно. Но вдруг «Топ-топ-топ!» Услышали они шаги великана, и добрая женщина опять спрятала Джека в печь. Все случилось, как и в прошлый раз. Людоид вошел и сказал «Фи-фай-фо-фуд» и прочее. Позавтракал тремя жареными быками, а затем приказал жене «Жена, принеси-ка мне курицу ту, что несет золотые яйца! Великанша принесла, и он сказал курице «Несись!» И курица снесла золотое яйцо. Потом людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом затрясся. Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу и в два счета оказался за дверью. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И как раз, когда Джек выбегал из дома, он услыхал за собой голос великана. «Жена, оставь в покое мою золотую курочку!» А жена в ответ «Да что это ты, голубчик!» Вот и все, что Джек успел расслышать. Он со всех ног бросился к бобовому стеблю и прямо-таки слетел по нему вниз. Вернулся Джек домой, показал матери чудо-курицу и крикнул «Несись!» И курица снесла золотое яичко. С тех пор всякий раз, как Джек говорил ей «Несись!», курица несла по золотому яичку. Мать пожурила Джека за то, что он ослушался ее, и опять ходил к людоеду, но курочка все же пришлась ей по душе. А Джек, неугомонный парень, через некоторое время решил опять попытать счастье на верхушке бобового стебля. Вот в одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. Лес и лес, и лес, и лес, пока не добрался до самой верхушки. Правда, на этот раз он поступил осторожней и не пошел прямо в дом к людоеду, а подкрался потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша вышла с ведром за водой и шмыг в дом. Залез в медный котел и стал ждать. Недолго ждал. Вдруг слышит знакомая. Топ-топ-топ. И вот входит в комнату людоеда с женой. «Фи-фай-фу-фут! Дух британца чую тут!» Закричал людоед. «Чую, чую, жена!» «Да неужто чуешь, муженек?» Говорит великанша. «Ну, стало быть, это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами. Наверное, он в печке сидит». И оба бросились к печи. Хорошо, что Джек не там спрятался. «Вечно ты со своим фи-фай-фу-фут!» Проворчала жена людоеда и принялась готовить мужу завтрак. Людоед уселся за стол, но успокоиться все не мог и то и дело бормотал. «А все-таки могу поклясться, что...» Он вскакивал из-за стола, обшаривал кладовую и сундуки, и буфеты. Все уголки обыскал, только в медный котел заглянуть не догадался. Наконец кончил завтракать и крикнул. «Эй, жена, принеси-ка мне золотую арфу!» Жена принесла арфу и поставила ее на стол. «Пой!» — приказал великан арфе. И золотая арфа запела. «Да так хорошо, что заслушаешься!» И все пела и пела, пока людоед не заснул и не захрапел так, будто гром загремел. А вот тут-то Джек и приподнял легонько крышку котла, вылез из него тихо-тихо, как мышка, и дополз на четвереньках до самого стола. Скарабкался на стол, схватил арфу и бросился к двери. Но арфа громко-прегромко позвала. «Хозяин! Хозяин!» Людоед проснулся и тут же увидел, как Джек убегает с его арфой. Джек помчался, сломя голову, а великан за ним. Ему ничего не стоило поймать Джека, но Джек первым кинулся бежать, и потому ему удалось увильнуть от великана. Да к тому же он хорошо знал дорогу. Когда он достиг бобового дерева, людоед был от него всего в двадцати шагах. И вдруг Джек пропал. «Людоед туда-сюда?» «Нет Джека!» Наконец догадался взглянуть на бобовый стебель и видит, Джек из последних своих селенок старается ползет вниз. Боязно стало великану спускаться по шаткому стеблю, но тут арфа опять позвала. «Хозяин! Хозяин!» И великан прямо-таки повис на бобовом стебле, а тот весь затрясся под его тяжестью. Спускается Джек все ниже и ниже, а великан за ним. Но вот Джек уж над самым домом, тут он как закричит «Мама! Мама! Неси топор! Неси топор!» Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бобовому стеблю, да так и застыла от ужаса. Из облаков торчали огромные ножищи великана. Но вот Джек спрыгнул на землю, схватил топор и так рубанул по бобовому стеблю, что чуть пополам его не перерубил. Людоед почувствовал, что стебель качается и трясется, и остановился поглядеть, что случилось. Тут Джек как ударит топором еще раз и совсем перерубил бобовый стебель. Стебель закачался и рухнул, а Людоед грохнулся на землю и свернул себе шею. Джек отдал матери золотую арфу, и они стали жить и не тужить, а про великана и не вспоминали. Джек и золотая табакерка Английская сказка В доброе старое время, а оно и правда было доброе время, хотя было оно не мое время и не ваше время, да и не чье-то время, жили в дремучем лесу старик со старухой, и был у них один единственный сын по имени Джек. Джеку не случалось видеть никого, кроме своих родителей, но из книг он знал, что на свете живут и другие люди. Книг у него было очень много, и он каждый день читал их. А когда Джек читал про хорошеньких принцесс, ему всякий раз так хотелось увидеть хоть одну из них. И вот в один прекрасный день, только отец его ушел рубить дрова, он возьми да и скажи матери, что собирается покинуть родной дом. «Ну что я здесь вижу?» сказал Джек. «Все деревья да деревья. Хочется мне в чужих краях пожить и себя показать, и на людей посмотреть. Не все же с отцом-матерью сидеть». Отец Джека долго не возвращался, и бедная старуха сама принялась наставлять сына. «Так и быть, мой горемычный. Коли задумал уходить, значит, лучше тебе уйти. Так тому и быть, да благословит тебя Господь!» Старая желала сыну добра, когда говорила так. «Но постой-ка, погоди. Скажи, какой пирог тебе испечь на дорогу? Маленький, с моим благословением или большой, с моим проклятием?» «Ну, конечно же, маленький», ответил Джек. И мать испекла ему маленький пирог. А потом поднялась на чердак, и пока Джек не скрылся из глаз, посылала ему вслед свои благословения. Вскоре Джек повстречался с отцом, и старик спросил его. «Куда идешь, мой горемычный?» Сын рассказал отцу тоже, что и матери. «Эх, – молвил отец, – горько мне, что ты нас покидаешь. Но раз уж ты решил уходить, значит, лучше тебе уйти». Однако не успел Джек отойти, как отец опять окликнул его. Вытащил старик из кармана золотую табакерку и сказал Джеку. «На, возьми-ка эту коробочку и спрячь в карман. Только смотри, не открывай ее, пока не окажешься на волосок от смерти». И пошел Джек своею дорогой. И все шел и шел, пока из сил не выбился. Да и есть захотелось. Пирог-то он съел еще раньше. К тому времени настала ночь, и он едва различал дорогу. Вдруг вдалеке затеплился огонек. Джек зашагал на него и пришел к какому-то дому, разыскал черный ход и постучался в дверь. Из дома вышла служанка и спросила, чего ему надо. Джек ответил, что на дворе ночь, а ему негде переночевать. Служанка пригласила его в дом, к очагу, и подала ему всякой еды и жареного мяса, и хлеба, и пива. А пока Джек сидел у огня и ужинал, в комнату вошла молодая леди, хозяйская дочь, посмотреть на него. Она тут же влюбилась в него, а он в нее. И вот молодая леди побежала к отцу, рассказала ему об этом и добавила, что прекрасный юноша сидит у них в кухне. Отец тотчас вышел к Джеку и стал его расспрашивать, что он умеет делать и всякое такое. А Джек, глупый парень, возьми да и скажи, все умею. Он имел в виду всякую пустяковую работу по дому. Ну, хорошо, сказал тогда отец девушки. Раз ты все умеешь, завтра к восьми утра, пусть разольется перед моим домом огромное озеро, а по озеру пусть поплывут самые большие, какие только есть на свете военные корабли. Один корабль должен отдать мне королевский салют и последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит моя младшая дочь. А если ты всего этого не сделаешь, распрощаешься с жизнью. Ладно, ответил Джек и отправился спать. Он проспал почти до восьми, так что уж некогда было раздумывать, как теперь быть. И вдруг он вспомнил про золотую табакерку, которую дал ему отец. Ну и ну, подумал Джек, никогда я не был вот так на волосок от смерти, как сейчас. Он пошарил у себя в кармане и вытащил отцовскую табакерку. И только он открыл ее, как из табакерки выскочили три человечка в красных шапочках и спросили. Что прикажешь? Вот что, ответил Джек. Сделайте так, чтобы сию минуту перед этим домом разлилось огромное озеро, а по нему поплыли самые большие, какие только есть на свете, военные корабли. Пусть один корабль даст королевский салют, да так, чтобы последним выстрелом выбить ножку у кровати, на которой спит молодая леди, хозяйская дочь. — Все сделаем, — сказали к человечке. И едва Джек успел отдать приказ человечкам, как пробило восемь, и бэнк, бэнк, раздался залп самого большого военного корабля. Джек вскочил с постели, бросился к окну и увидел такие чудеса, каких, уверяю вас, никогда не видывал, да и не мог видеть, ведь всю жизнь он провел с отцом и матерью в лесу. Но вот Джек оделся, помолился и вышел, ухмыляясь. Он был очень доволен, что все так хорошо получилось. А господин, отец девушки, подошел к нему и говорит, — Ну что ж, молодой человек, должен сказать, ты в самом деле ловкий парень. А теперь пойдем позавтракаем. И он добавил, — Но тебе придется выполнить еще два задания. Вот выполнишь, тогда и женись на моей дочери. За завтраком Джек не сводил глаз с молодой леди, а она с него. После завтрака господин приказал Джеку свалить все высокие деревья на многие мили вокруг. Да не когда-нибудь, а ровно к восьми часам следующего утра. Ну, не тратя лишних слов, скажем, что все было выполнено. Господин остался очень доволен и сказал Джеку, — А теперь тебе вот какое дело. И это уж последнее. Построй мне к завтрашнему утру прекрасный замок на двенадцати золотых столбах. Пусть к замку явится вымуштрованный полк солдат и ровно в восемь командир должен скомандовать на плечо. — Ладно, — ответил Джек. А когда наступило третье утро, было состворено третье и последнее великое чудо. Джеку разрешили жениться на молодой леди. Но если бы он только знал, что ждало его впереди. По случаю помолвки дочери господин устроил большую охоту и пригласил на нее самых знатных гостей. Заодно он хотел показать и свой новый замок, а Джеку он подарил отличную лошадь и красное охотничье платье. В то утро слуга, убирая одежду Джека, опустил руку в один из карманов его жилета и вытащил золотую табакерку. Несчастный Джек оставил ее там по оплошности. Слуга открыл табакерку, из нее выскочили три человечка в красных шапочках и спросили, что прикажешь. Вот что, сказал слуга, перенесите этот замок подальше отсюда куда-нибудь за море. Хорошо, сказали человечки. И тебя вместе с ним? Конечно, ответил слуга. Ну, держись, сказали человечки и полетели далеко-далеко за широкое море. Вернулись знатные гости с охоты, а замка на двенадцати золотых столбах как не бывало. Бедняги Джеку пригрозили, что в наказании за обман у него отнимут его красавицу-невесту. Но в конце концов порешили на том, что Джеку дается двенадцать месяцев и один день на поиски пропавшего замка. И он тронулся в путь на добром коне и с деньгами в кармане. Да, вот так отправился бедняга Джек искать свой пропавший замок по горам и по долам, по равнинам и холмам, по дремучим лесам, по звериным тропам. Куда только не забредал, рассказать невозможно, да и не хочется. Наконец, попал в те края, где жил мышиный король. У ворот королевского замка стоял на часах мышонок. Он попытался задержать Джека, но тот спросил, «А где король? Мне надо его видеть!» Тогда мышонок показал Джеку дорогу. Мышиный король принялся расспрашивать Джека и полюбопытствовал, куда Джек держит путь. Что ж, Джек рассказал ему всю правду, как он потерял свой прекрасный замок и теперь вот отправился его искать. И что для этого ему дали сроку ровно год и один день. Под конец Джек спросил мышиного короля, не слыхал ли тот чего-нибудь об этом? «Нет», ответил король, «но я владыка всех мышей на свете. Завтра утром я их созову. Может, они видели твой замок». Джека хорошенько накормили и уложили спать. А утром он вместе с королем вышел в поле. Король созвал мышей со всего света и спросил, не случилось ли им видеть большой и прекрасный замок на золотых столбах? Но все мыши ответили нет, никто не видел его. Тогда старый король сказал Джеку, что есть у него еще два брата. Один из них король всех лягушек, а другой самый старший король всех птиц на свете. Ступай к ним, может быть, они что-нибудь знают о пропавшем замке. Своего коня оставь пока у меня, а себе возьми любого из моих лучших скакунов. Да передай моему брату вот этот пирог, тогда он поймет, от кого ты идешь. И запомни, ты должен сказать ему, что я здоров и очень хочу его видеть. И мышиный король распрощался с Джеком. Когда Джек выходил из ворот, мышонок часовой сказал ему, хочешь, я пойду с тобой? Не стоит, ответил Джек, как бы король не рассердился. Но малыш стоял на своем, лучше возьми меня с собой, может пригожусь тебе. Ну, прыгай ко мне в карман, согласился Джек. Мышонок вбежал по лошадиной ноге и спрятался у Джека в кармане. И вот Джек пустился в дорогу. Это был только первый день пути, а путь предстоял такой дальний. Но в конце концов Джек добрался до лягушачьего королевства. У ворот замка на часах стоял лягушонок с ружьем на плече. Он хотел было помешать Джеку войти, но когда Джек сказал, что желает видеть самого короля, пропустил его. Только Джек подошел к дверям, как навстречу ему вышел лягушачий король и спросил, что ему надо. И Джек рассказал королю все сначала до конца. «Ну ну заходи», пригласил его король. Джека и здесь хорошо угостили и уложили спать. А утром король созвал лягушек со всего света и спросил их, не случалось ли им видеть замок на двенадцати золотых столбах. Но лягушки смешно заквакали «Ква-ква-ква», и ответили «Нет». Пришлось Джеку взять другого коня и другой пирог и отправиться к третьему брату, королю всех птиц на свете. У ворот маленький лягушонок часовой попросил Джека «Возьми меня с собой». Сначала Джек отказался, но потом крикнул «Прыгай» и спрятал лягушонка в другой карман, а потом тронулся в путь. На этот раз Джеку пришлось пройти втрое больше. Наконец он добрался до места. Прелестная птичка стояла там на часах. Джек прошел мимо нее, она ни слова ему не сказала. Джек поговорил с королем и рассказал ему все-все об исчезнувшем замке. «Что ж», — ответил ему птичий король, — «завтра утром ты услышишь, знают ли мои птицы что-нибудь про твой замок или нет». Отвел Джек своего коня на конюшню, потом слегка закусил и улегся спать. А когда утром встал, вышли они с королем в поле. Птичий король кликнул по-своему, и к нему слетелись птицы со всего света. Король спросил их, «Видели вы замок на двенадцати золотых столбах?» Все птицы ответили нет. «Очень жаль», — молвил король, «но я не вижу среди вас нашего орла». За орлом тотчас послали двух птичек, и когда он прилетел, король спросил, не видал ли он замка на золотых столбах. И орел ответил, «Видел, я прилетел как раз оттуда». «Так слушай», — сказал ему король, — «это молодой джентльмен потерял его. Ты должен отнести его обратно к замку. Но постой, сначала подкрепись». И тогда зарезали теленка, и лучшие куски подали орлу, чтобы он наелся хорошенько, ведь путь-то предстоял дальний, через море, да еще с Джеком на спине. И вот, наконец, Джек увидел свой замок. Тут он стал ломать себе голову. Как же ему отыскать золотую табакерку?» Мышонок предложил, «Спусти меня на землю, и я принесу тебе табакерку». И правда, мышонок незаметно прошмыгнул в замок и схватил табакерку. Но когда бежал назад, то нечаянно уронил ее, и его чуть не изловили. К счастью, ему удалось удрать. «Принес?» — спросил его Джек. «Принес», — ответил мышонок. «Ну, в путь», — сказал Джек. «Нам надо уже торопиться». И он спрятал мышонка в карман, сам сел верхом на орла, и они полетели. Но случилось так, что как раз когда пролетали над морем, мышонок и лягушонок заспорили, кому из них держать табакерку. Они стали вырывать табакерку друг у друга, и вот беда-то, уронили ее на дно моря. «Ну что ж», — сказал лягушонок Джеку, — «я ведь знал, что пригожусь тебе. Пусти-ка, я спрыгну в море». Три дня и три ночи лягушонок пробыл под водой и, наконец, достал табакерку. На этот раз Джек спрятал свою табакерку поглубже в жилетный карман, и орел понес всех через море, через горы к замку птичьего короля. Здесь Джек поблагодарил короля всех пернатых на свете за помощь, попрощался с орлом, сел на коня и поскакал к лягушачьему королю. Джек передал королю всех лягушек на свете привет от его старшего брата, взял нового коня и поскакал к мышиному королю. Он распрощался с королем всех мышей на свете, сел на своего коня и повернул к дому. Но бедный Джек так устал, что заснул в седле, и если бы не три человечка из табакерки, он наверняка заблудился бы и опоздал к сроку. Хорошо, что человечки вывели его на дорогу. Наконец, Джек приехал в дом к своему тестю. Но тот принял его совсем неласково, ведь Джек вернулся без замка. А что обиднее всего, даже молодая леди, его невеста, не вышла встречать Джека, родители ее не пустили. Но вот Джек, недолго думая, достал отцовскую золотую табакерку, открыл ее и приказал человечкам лететь скорее за замком. И не успели человечки опустить замок на землю, глядь, а навстречу Джеку выбегает из дома его красавица-невеста. Ну, они обвенчались, сыграли веселую свадьбу и зажили счастливо. Волшебные сказки Швеции Мальчик, тролли и приключения Жил-был однажды бойкий мальчишка, который мечтал о приключениях. А где их искать? Конечно, в дремучем лесу. Вот он туда и отправился. «Эгей!» — крикнул он, зайдя подальше в чащу. «Эгей! Есть тут приключения! А то дома такие тоска и скукотища! Все ходят, словно в воду опущены! А все потому, что умерла наша добрая королева! Вот страна и горюет! Король и принцесса в печали, и народ тоже! Но у принцессы появилась мачеха, и теперь она всем заправляет! Поговаривают, что она ведьма! Но наверняка-то никто не знает!» Мальчик шел все дальше и дальше в лес. «Эгей! Эгей! Где же вы? Приключения!» «Матушка дала мне в дорогу семь бутербродов, а у меня уже осталось всего два. Эгей! Да когда же вы начнетесь?» День стал клониться к закату. А мальчик все шел и шел дальше и дальше вглубь темного леса. «Приключения!» — звал он. «Приключения! Начинайтесь же! Дома одни тоска и скука! Вот уже несколько дней, как пропала принцесса! Она собирала цветы на лугу и вдруг исчезла! Говорят, королева заколдовала ее, чтобы сделать принцессой свою собственную дочку! Но наверняка-то никто не знает! Вот теперь и царят повсюду одна грусть да печаль!» Сумерки сгущались. Мальчик доел последний бутерброд. Он устал бродить по лесу, сел на камень и задумался. «Чу!» Зашуршали листья и затрещали ветки. Но мальчик ничуть не испугался. Совесть его была чиста, а значит и бояться ему было нечего. Он сидел и ждал, когда начнутся приключения. Ради этого он и отправился в путь. И тут, мимо него, в развалочку прошел тролль с мешком за спиной. Это был большой брат, старший из трех троллей. Он был страшный-пристрашный, а безобразнее всего были его длинные мохнатые уши, которые почти волочились по земле. «Уф-уф! Пуф-пуф!» — отдувался он на ходу. «Добрый вечер, дяденька!» — поздоровался с ним мальчик. Тролль остановился, пошевелил ушами и посмотрел на мальчика. «Эки ты, карлик!» — пробормотал он. «Вовсе я не карлик, я мальчик!» «Эки ты, мальчик!» — проговорил тролль. «Какие у тебя гадкие маленькие ушки! Полюбуйся-ка на мои! Вот это уши-то куши! Против такой красоты! Принцесса наверняка не устоит, а твои уши совсем никуда не годятся!» «Я доволен тем, что имею!» — отвечал мальчик. «А что у тебя, дяденька, в мешке?» «У меня там полным-полно серебра, я насобирал его в лесу, а сверху припасен сладкий уш. Пусть принцесса полакомится!» «Какая принцесса?» «Тссс! Все-то тебе надо знать!» Тролль помахал ушами и лукаво посмотрел на мальчика. — Пожалуй, я мог бы превратить тебя в черного ворона. Но так и быть, оставайся урод-уродом. Коли увидишь моих братьев, передай им, что я пошел домой на нашу гору. Прощай же. — До свидания, дяденька, — отвечал мальчик. И тролль ушел, а мальчик остался сидеть на камне. — Чу! — Зашуршали листья и затрещали ветки, но и теперь мальчик ничуть не испугался. Из леса появился новый тролль с мешком за плечами. Это был средний брат. Он тоже был страшный-пристрашный, и самым отвратительным у него был длинный почти до самой земли подбородок, весь в бородавках. — Уф-уф, пуф-пуф! — отдувался он на ходу. — Добрый вечер, дяденька! — поздоровался с ним мальчик. — Эки ты, карлик! — усмехнулся тролль. Он уперся подбородком в землю и прищурился. — Вовсе я не карлик, я мальчик! — Эки ты, мальчик! — проговорил тролль. — Какой же у тебя гадкий маленький подбородок! Полюбуйся-ка на мой. Вот загляденье! Против такой красоты принцесса наверняка не устоит. А твой подбородок совсем никуда не годится. — Я доволен тем, что имею. А что у тебя, дяденька, в мешке? — У меня там полным-полно золота. А сверху отличная зеленая лягушка. Пусть принцесса полакомится. — Какая принцесса? — Тссс! Все-то тебе надо знать! Тролль лукаво посмотрел на мальчика. — А не видел ли ты моего большого брата? — А как же! Он велел передачу, что пошел домой на гору. — Тогда и мне надо поторапливаться, — сказал средний брат. — Если б я не спешил, то превратил бы тебя в ворону. — Ну так и быть! Оставайся, урод-уродом! И тролль заковылял прочь. А мальчик остался сидеть на камне. И снова зашуршали листья и затрещали ветки. Из леса появился еще один тролль с мешком за плечами. Это был младший брат. Он был страшный-пристрашный, и самым отвратительным у него был прыщавый длинный нос. — Уф-уф! Пуф-пуф! — отдувался он на ходу. — Добрый вечер, дяденька! — поздоровался мальчик. — Эки ты, карлик! — хмыкнул тролль. Остановился и стал принюхиваться. — Вовсе я не карлик, я мальчик. — Эки ты, мальчик! — проговорил тролль. — Какой же у тебя гадкий маленький нос! Полюбуйся-ка на мой! Вот каким должен быть нос! Против такой красоты принцесса наверняка не устоит, а у тебя нос совсем никуда не годится. — Я доволен тем, что имею. — А что у тебя, дяденька, в мешке? — Мешок мой полон драгоценных камней, а сверху лежит жирная вкусная жаба. Пусть принцесса полакомится. — Какая принцесса? — Тсссс! Все-то тебе надо знать! И тролль лукаво посмотрел на мальчика. — А не видел ли ты моих братьев? — А как же! Они велели передать, что пошли домой на гору! — Тогда и мне надо поторапливаться! — заспешил младший брат. — Жаль, что у меня нет времени, а то я бы превратил тебя в сороку! — А теперь так и оставайся, урод уродом! И тролль заковылял прочь, а мальчик остался сидеть на камне. — Приключения, — подумал он, — вот они и начались. Пойду-ка я за троллями и узнаю, чем дело обернется. И он осторожно, крадучись, пошел за троллями. Ох, как шуршали листья и трещали ветки! Но мальчик не испугался. В самой глубине дремучего леса стояла серая гора. Это-то и был замок троллей. Там, в одной из комнат, томилась в плену принцесса, та самая маленькая красавица-принцесса, которая пропала, когда собирала цветы на лугу. С одной стороны в комнате была терраса с лестницей, а под самым потолком одно-единственное окошко, через которое светили звезды. Принцесса сидела на подстилке из мягкого мха, но ей он казался жестким при жестким, ведь она привыкла к пуховым подушкам. Стол ломился от принесенных троллями угощений. Колбаса из крови дракона и суп из жаб, жареные уши летучих мышей и ядовитая каша из белины. Конечно, принцесса ни к чему этому даже не притронулась. Она бы скорее умерла, чем отведала подобные кушанья. Принцесса не смела говорить громко. Лишь шепотом разговаривала она со звездами и все спрашивала их. «Когда же прилетят лесные эльфы? Когда же прилетят эльфы?» И вот появились лесные эльфы. Целая процессия. Они проскользнули сквозь окошко и поцеловали принцессу в глаза и щеки. Гости принесли принцессе вдоволь ягод и фруктов, забрали нетронутую еду троллей, попрощались и улетели. Тут заскрипел железный засов, и в комнату ввалилась старая троллиха. Она была страшная-пристрашная. Уши у нее были как у большого брата, подбородок как у среднего, а нос как у младшего. «Фу!» — сказала она. «Фу! Какой гадкий свежий воздух! Придется мне нос зажать. Закрой-ка окно или лучше перебирайся в мою комнату. Вот там-то воздух замечательный. Там поди тысячу лет не проветривали». «Но мне нравится смотреть на звезды», — отвечала принцесса. Она не смела признаться, что не переносит спертого воздуха. Это бы старухе-троллихе не понравилось. «Смотреть на звезды!» — проворчала троллиха. «Какие глупости! На что там смотреть? Мои пещеры полны серебра, золота и драгоценных камней, которые сверкают получше всяких звезд. Ну, как тебе угощение?» — продолжала старуха, глядя на пустые миски. «Вот, молочина, все съела! Ха-ха-ха!» Троллиха расхаживала по комнате и смеялась во все горло. Она и не догадывалась, что эльфы унесли тролличьи угощения и накормили принцессу ягодами. Пока она расхаживала по комнате, раздался стук в дверь. «Бум!» «Никак! Это большой брат!» — обрадовалась троллиха и пошла открывать. Вошел старший тролль, поздоровался и снял с плеча. «Вот тут угощение для принцессы!» — сказал он и протянул ей ужа. И снова раздался стук в дверь. «Бум-бум!» «О, похоже, это средний брат!» — пробормотала старуха и пошла открывать. Вошел средний тролль, поздоровался и снял с плеча мешок. «Вот тут угощение для принцессы!» — сказал он и протянул ей лягушку. И снова раздался стук в дверь. «Бум-бум-бум!» «Кажется, это младший брат!» — проговорила троллиха и пошла открывать. Вошел младший тролль, поздоровался и снял с плеча мешок. «Вот тут угощение для принцессы!» — сказал он и протянул ей жабу. Пришлось принцессе их всех поблагодарить и принять подарки. А старуха-троллиха носилась вокруг и хохотала во все горло. «Ой, как я рада, Радешенька!» — приговаривала она. «Вот вечерком мы устроим помолвку. Принцесса обручится с одним из моих сыночков. Пусть сама выбирает, кто ей больше по сердцу. Конечно, ей поди все трое, милый, но придется выбрать только одного!» И троллиха захотала так, что ей пришлось ухватиться за живот, чтобы не лопнуть. А сынки ее улыбались от уха до уха. «Ведь каждый думал, что принцесса выберет именно его!» Принцесса же была чуть жива от страха. Она была одна, одинешенька, и ни единого друга рядом. Даже эльфы больше не появлялись. Только звезды сияли на небе. «Полюбуйся-ка на них!» — не унималась троллиха. «Полюбуйся до моих сыночков! Таких красавцев больше не сыщешь на всем белом свете! Все в мать!» Однако принцесса на тролли даже не взглянула. Со слезами на глазах смотрела она на звезды. Горе-горькое с ней приключилось, и неоткуда ей ждать спасения. Она заперта в замке у страшных троллей, и никто ей не поможет. Вдруг в окошке показалась чья-то голова. Неужели еще один тролль? Хотя, пожалуй, он очень похож на обычного мальчика, даже кивнул ей приветливо. «Ну, кого ж ты выберешь?» — не унималась троллиха. «Решай же! Мои сынки все как на подбор! Уж как ловко ищут клады!» Все трое готовы жениться. Младшенькому исполнится на следующей неделе девятьсот сорок семь лет. И если все будет хорошо, то проживут они еще много тысяч лет. «Мы, тролли, лишь одного должны опасаться!» «Чего?» — спросил большой брат. «Разве я вам не рассказывал?» — удивилась старуха. «Ну, так значит, настала пора вам это узнать. Есть одно заклятие, которое наводит на троллей порчу. Ох, мне всякий раз становится дурно, когда я его вспоминаю. Вот оно!» «Свежий ветер прилетай, троллей прочь с горы сдувай. Страшных, глупых, гадких, злых не оставь следа от них!» «Уф! Уф! Чуть и впрямь не захворала от этих слов!» Пожаловала стролиха. «Ну, это скоро пройдет, а вы не бойтесь, сыночки. От заклятия не будет вреда, если его прочитает случайный человек!» «А кто же должен его прочесть, чтобы оно стало опасным?» Спросил средний брат. «Пришло время вам и это узнать!» Отвечала старуха. «Если его прочитает мальчик, который не боится ни троллей, ни тьмы, Тогда нам беда! Но я такого мальчишки ни разу не встречала, да и не встречу, надеюсь! А если такой объявится, поскорее его заколдуйте, Чтобы он не успел и рта раскрыть!» «Видел я сегодня вечером в лесу одного мальчишку!» Сказал большой брат. «И я!» Подхватил младший. «И он совсем не боялся троллей!» «И темноты тоже!» Добавил с испугом средний. «Ох, беда-то какая! Страх один!» Всполошилась стролиха и забегала по комнате. «Ну, почему же вы его сразу не заколдовали?» «Ну, мы так спешили!» Отвечали братья. «Мы же торопились к принцессе!» «Уф! Теперь-то мне и впрямь стало не по себе!» Проговорила троллиха. «А, впрочем, глядишь и обойдется! Чего нам бояться этого мальчишку? Он же не знает заклятий! Значит, все в порядке!» «Ох, теперь мне вроде полегчало!» И троллиха захохотала во все горло и заскакала по комнате. «Ой, мы же забыли о помолвке!» Похватилась вдруг она. «Ну что, принцесса, выбрала уже!» Однако бедняжка по-прежнему сидела и смотрела на звезды, а по щекам ее катились огромные слезы. Никогда ни одна принцесса не знала такого горя. И не к кому было ей обратиться за помощью. Впрочем, тот тролль в окошке кивал ей приветливо и казался вполне милым. И вот что удивительно, он был очень похож на сына королевского привратника, того самого, с которым она так часто вместе играла. Но это наверняка лишь тролличьевчары, и помощи от него ждать не стоит. «Ну, что же ты молчишь?» теребила ее троллиха. «Ты что, уснула? Ну-ка, я тебя ущипну разочек!» И она с такой силой ущипнула принцессу за руку, что та вскрикнула от боли. «Или ты робеешь. Ну тогда я сама за тебя выберу. Получай моего старшенького. Ну что, довольна теперь?» «Нет!» — крикнула принцесса. «Нет и нет! Не выйду я замуж за гадких троллей. Я хочу домой и есть отвратительную тролличью еду не стану и воздухом спертым дышать тоже не могу». «Ах, вот значит как!» — прошипела старуха, позеленев от злости. «Вот значит как!» «Ну нет! Домой ты больше не вернешься!» «Там теперь королева и моя сестрица. А она тролль не хуже меня. Это она отослала тебя сюда и вовсе не желает твоего возвращения, потому что теперь ее дочка станет принцессой и получит в наследство все королевство. «Не видать тебе больше родного замка. Будешь жить здесь, в моей комнате. Воздух там вполне гожь. Я тебя научу хорошим манерам. Это тебе, видать, необходимо. Стану кормить тебя нашей едой по семь раз на дню и чуть что не так буду щипать тебя. А то познакомлю и с розгой вон той, что стоит в углу». Троллиха схватила принцессу и потащила за собой. «Отправляйся в мою комнату. Там-то уж не понежишься на мягком мху». Однако вдруг из окошка послышался чей-то голос. Обычный мальчишеский голос. Но троллиха разом выпустила руку принцессы и замерла вместе с сыновьями, словно окаменела. «Свежий ветер! Прилетай! Троллий, прочь с горы, сдувай! Страшных, глупых, гадких, злых! Не оставь следа от них!» И тут же подул с запада свежий ветер, распахнул двери настиж и вмиг унес прочь старуху-троллиху и ее сыновей. Все случилось так быстро, что никто и заметить не успел, куда они подевались. Но маленькую принцессу ветер не тронул, а вскоре в дверях появился мальчик и вежливо ей поклонился. Это был тот самый сын привратника, который отправился на поиски приключений. «Не бойся, принцесса!» – сказал он. «Теперь тролли и след простыл. Больше они никогда не вернутся. А мы отправимся назад, в наше королевство, и прихватим с собой все их золото, серебро и драгоценные камешки. «Спасибо, добрый мальчик!» – отвечала принцесса. «Мне было так горько и страшно! Я думала, что и ты тоже тролль!» Услышав эти слова, мальчик рассмеялся, а отсмеявшись, сказал так. «Это было настоящее приключение!» И ясно было, что он этим очень доволен. Меж тем дома, в родном королевстве, в замке и в городе царило смятение. Новая правительница повелела, чтобы отныне всякая грусть по прежней королеве и ее пропавшей дочери была забыта. И одновременно глашатаем приказано было раструбить о том, что страна получила новую принцессу, дочь новой королевы и падчерицу короля. Она-то и станет наследницей трона. «Тутелету!» – гудели трубы на улицах и площадях. Флаги и вымпелы взмывали в небо, а люди вновь доставали яркие одежды, как им и было велено. «Тутелету!» Лишь король одиноко сидел в углу и играл со скипетром и державой. Печаль его была так тяжела, что он словно впал в детство. Он отвечал лишь «да» на все, что предлагала королева, так что та заправляла теперь всем в королевстве. «Королева-тролиха!» – королева-колдунья, – думали люди. Однако никто не мог судить наверняка и никто не решался произнести это вслух. А в одном из покоев королева помогала дочери наводить красоту. Никогда ни одной горничной не позволялось при этом присутствовать. «Закройте-ка все окна и проваливайте!» – приказывала обычно королева. Горничные закрывали окна и спешили убраться с глаз долой. «Фу! Какой гадкий свежий воздух!» – проворчала королева, когда они с дочкой остались одни. «Фу! Дышать невозможно! Мне прям-таки дурно становится! Но скоро мы заведем тут иные порядки. Завтра же я отдам приказ заколотить все окна в королевстве. А потом повелю обнести стеной все государство, чтобы никакие ветры сюда не залетали. «Ну-ка, моя девочка!» – продолжала она. «Давай умоем тебя губкой!» «Нет!» – завопила дочка. «Не желаю я мыться!» «Ну, потерпи! Недолго осталось!» – уговаривала ее мать. «Ну, еще разочек! Вот провозгласят тебя принцессой и наследницей, и можешь потом больше не мыться. Тогда мы вообще велим сжечь все губки и мочалки и повесим замки на колодце. Это все глупые людские домыслы, будто надо умываться. Ну-ка, только не кричи!» Однако дочка все равно вопила, как резаная. Только тролли могут так кричать, когда их заставляют мыться чистой водой. «Ну, вот, теперь все готово!» – сказала королева. «Такой ты этим людишкам наверняка понравишься! Хотя мне-то кажется, что до умывания ты была намного краше!» Троллиха нарядила дочку в самое красивое платье принцессы, но милее-то от этого не стало. Тролля ни шелк, ни бархат не украсит. «Накапай пару капель скипидар на носовой платок!» – посоветовала королева. «Когда выйдешь на свежий воздух, сможешь изредка прикладывать платок к носу, чтобы привести себя в чувство». И королева с дочкой вышли на террасу замка, где должно было состояться празднование. Король уже был там. Он сидел на троне. Рядом стоял трон королевы, а Троллихина дочка уселась у них в ногах. Придворные в ярких нарядах встали за спинами короля и королевы, а солдаты с блестящими ружьями выстроились четырехугольником на площади перед замком. За солдатами плотной толпой стоял обычный люд, все в ярких одеждах, как и было велено. Развивались флаги и вымпелы, гремели трубы, тутелиту. Но настоящего веселья не было. Король сидел в мрачные тучи и играл скипедром и державой. Придворные казались напуганными до смерти. Солдаты забыли о выправке, а люди, собравшиеся перед замком, смотрели на все печально, словно охваченные тяжелым горем. Так и было на самом деле. Люди горевали о доброй королеве, которая умерла, и о красавице-принцессе, которая исчезла. Жалим было и доброго короля, который впал в детство. Однако они боялись новой королевы и ее дочки, которая вот-вот должна была стать наследной принцессой. «Такая уродина!» Шептались на площади, но громко это сказать никто не посмел. «Такая уродина! Ну, вылитый трольчонок! Неужели она станет нашей принцессой? Какой ужас!» А как странно королева с дочкой вели себя. Сидели, прижав к носам платки, словно им тошно было. Да так оно и было на самом деле. Тролли страшно мучились на свежем воздухе, и если бы не вонючие носовые платки, они бы просто не выдержали. «Ну, думаю, можно начинать!» – прошипела королева королю. «Да, да!» – кивнул король. Он всегда отвечал королеве только «да, да», что бы та ни говорила. «Пожалуй, лучше я сама обращусь к народу!» – сказала королева. «Да, да!» – согласился король. И трубы заиграли новый сигнал. «Ту-ту-ли-ту!» А потом троллиха встала и произнесла речь. Она так красиво говорила о прежней королеве, той, которая умерла. Горькие слезы текли у нее по щекам, но никто не верил, что она плакала от чистого сердца. Говорила она и о пропавшей принцессе, и снова на глазах ее блестели слезы. Однако и на этот раз никто не поверил в ее искренность. «И вот теперь», – заключила троллиха, – «король повелевает, что бы наследной принцессой стала моя дочка. Но пока принцесса не вырастет, страной управлять буду я, поскольку король чувствует, что слишком стар и желает уйти на покой». Она заверила всех, что будет хорошей королевой, и ей лучше, чем кому-либо известно, чего хотят подданные. Так что те, кто будет послушным и покладистым, заживут распрекрасно, но за всякое непослушание станут жестоко наказывать. Колдунья закончила речь. Первый министр вышел вперед, надел корону на королевскую дочку и махнул народу, чтобы тот кричал «Ура!», да и сам закричал со всей мочи. А придворные за ним следом, они не смели ослушаться. Однако люди на площади молчали. У всех было тяжело на душе, а с тяжелым сердцем трудно кричать «Ура!». А еще люди не кричали потому, что в этот самый момент заметили, как по дороге приближается к городу длинный караван и направляется прямиком к замку. Повозка за повозкой, каждую везет пара лошадей. На самой первой сидела девочка, как две капли воды, похожие на пропавшую принцессу, так что нетрудно было догадаться, кто это была такая. А рядом с ней славный паренек, ну прямо вылитый сынок привратника королевского замка, просто точь-в-точь. Следом ехал обоз, груженный серебром, золотом и драгоценными камнями. Люди расступились, давая им дорогу. Они не верили своим глазам. «Неужели это настоящая принцесса?» — шептались они. «А это разве не привратников, сынок? А в повозках-то похоже серебро, золото и драгоценные камни?» Привратник с женой тоже стояли в толпе. «Да это же наш сын!» — скричали они. «И принцесса самая настоящая!» И тут началось настоящее ликование. Люди замахали шапками и закричали «Ура!» Снова и снова такая их охватила радость. «Неужели это они меня так приветствуют?» — подумала королева. «Меняй новую принцессу!» Однако тут Тролиха заметила повозки, подъезжавшие к парадному крыльцу. Ничего подобного она в жизни не видывала. На первой повозке сидела настоящая принцесса, которую колдунья хотела заточить в горе у своей сестры. «Как она сюда добралась?» — Тролиха позеленела от злости. И тут мальчик заговорил «Здравствуйте, король и люди добрые!» Я отправился на поиски приключений и вот вернулся домой с принцессой. «Ура! Ура!» — закричали люди. «Королева, что стоит там на террасе?» — продолжал мальчик. «На самом деле колдунья!» «На сестра старухи Тролихи, что жила в Серой горе. А дочка ее — настоящий трольчонок!» «Мы так и думали!» — закричали в толпе. И тут, о чудо! Тролиха и ее дочка вдруг преобразились. Или, может, люди просто впервые увидели то, чего раньше не замечали. У обеих появились длиннющие уши, которые почти волочились по земле, а подбородки и носы оказались такими огромными и уродливыми. Просто страх! Тролли закрутились, завертелись, размахивая ушами, словно крыльями, и злобно зашипели сквозь зубы. Ух, жуть какая! Король от ужаса выродил скипетр и державу, придворные закричали и полезли под стулья, солдаты уж на что были храбрецы, тоже подумали, не пуститься ли нам в бегство. А люди в толпе сжались и пытались спрятаться друг за дружкой. Только мальчик, тот самый искатель приключений, не испугался. Он-то знал волшебное заклинание и поспешил крикнуть «Свежий ветер!» «Полетай!» «Троллей прочь с горы, сдувай!» «Страшных, глупых, гадких, злых!» «Не оставь следа от них!» И в тот же миг налетел западный ветер и подхватил троллей за уши. «Свежь!» И их след простыл. Все случилось так быстро, что никто не успел заметить, куда они подевались. Но западный ветер больше никому вреда не причинил, ни королю, ни принцессе, ни мальчику, ни придворным, ни солдатам. А как не стало больше троллей, то и страх у всех пропал. Люди кричали от радости и смеялись. Солдаты снова встали во фрунт, крепко сжимая ружья. Придворные выползли из-под стульев и принялись, как ни в чем не бывало, беседовать о погоде. Старый король обнимал принцессу, смеялся и плакал от счастья. И вот что замечательно. Рассудок снова к нему вернулся. Колдовские чары были разрушены. Больше он не станет сидеть в углу, играя с кипетром и державой. Он еще раз обнял дочку и поцеловал в лоб. А потом обнял и мальчика, и похлопал его по спине, как тот того и заслуживал. «Да здравствует король!» кричали люди. «Да здравствует принцесса! Да здравствует мальчик, отправившийся на поиски приключений!» «Да, это было славное приключение!» Сказал король так громко, что все услышали. «Это было славное приключение!» «А славное приключение должно иметь славный конец!» «Мне кажется, моя дочь думает так же, как я!» «Мальчик получит руку принцессы и станет моим наследником!» Он не боится ни троллей, ни тьмы, любит свежий воздух и умывается без капризов. «Придет срок, и из него выйдет хороший король!» Мальчик вежливо поблагодарил короля и поступил так, как ему подсказывали его хорошие манеры. Поцеловал королю руку, а принцессу поцеловал в губы. «Я буду всегда заботиться о тебе», пообещал он. «Заботиться и охранять от троллей, а когда стану королем, ты будешь сидеть только на пуховых подушках!» Тут кончается одно приключение и начинается другое, как это бывает и в жизни. Новое приключение тоже станет сказкой, но это будет уже другая история. Волшебные сказки Швеции Старуха-троллиха и Большая Королевская Стирка Совсем не стало троллем в большом лесу житья от людей. В прежние времена, когда старый тролль был молод, на семь миль в округе не сыскать было человеческого жилья. А теперь дома на опушке вырастали, как грибы, и новые поселенцы сразу принимались рубить деревья, освобождая место под пашню. Люди делались все смелее и все решительнее наступали на владение троллей. Почтенный тролль впадал в ярость, стоило ему заслышать стук топора и почуять запах дыма с захваченных людьми мест. Аромат жареного мяса или кофе, долетавший из крошечных домишек. А вот троллихе, сказать по правде, эти запахи очень даже нравились. Но она это скрывала, и всякий раз, когда муженек заговаривал об этом, фыркала, «Тьфу, гадость!» Хотя сама частенько в сумерках прокрадывалась к человеческому жилью, чтобы подышать чудесными ароматами, заглянуть в окошки и посмотреть, чем там заняты люди. В довершении всех бед троллям становилось все труднее добывать себе пищу. В старые добрые времена в лесу было полным-полно всякого зверья, волков, медведей и лис, так что у троллей всегда было вдоволь копченой медвежатины, котлет из волчатины и похлебки из лисьих хвостов. Однако теперь коварные людишки понаставили силков и капканов, и дичи в лесу поубавилось. Да что там! Сама старуха-тролиха, которая с недавних пор повадилась тайком наведываться в овчарню, посмотреть, нельзя ли там поживиться, чем на завтрак. Угодила в капкан и чуть хвоста не лишилась. Стоило ли удивляться, что лесному зверю это надоело, и они перебрались в другие места. А пуще всего досаждали старому троллю собаки. Не будь у людей этих лающих бестий, он бы мог при случае поживиться лакомой скотинкой. Но как быть, если так и норовят укусить за пятки или вцепиться в хвост? Нет, такое терпеть невозможно. И большинство троллей постепенно подалось на север. В конце концов остались в высокой горе только старый тролль со своей старухой и сынком. Но он твердо решил, что не двинется с насиженного места. С какой стати покидать ему свою собственную гору, где его род жил уже три тысячи лет? Тролль был так сердит, что впадал в раж, стоило старухе только заговорить о переезде. Никогда прежде не бывал он таким несговорчивым и ворчливым. И в конце концов вообще решил жить затворником. А жена с сыном пусть добывают еду, как умеют. И вот однажды произошло неслыханное. Люди добрались до горы тролля. Молодой парень вырыл рядом с высокой горой яму, чтобы сжечь уголь, и решил, что нашел медь. Он позвал на подмогу дружков, и те принялись бурить гору. При первом же взрыве старый тролль лопнул от злости и осталась от него лишь куча камней до всякого хлама. Старуха Троллиха и ее сынок остались одни одиношеньки без крыши над головой. В горе им дольше жить было нельзя, раз бесстыдные люди принялись там все взрывать. «Надо перебираться подальше в глушь», сказал сын. Однако старуха об этом и слышать не хотела. Она уже все обдумала, как-никак давно этого ждала, только не решалась сказать старому троллю. Чем чаще она ходила нюхать запахи кофе и жареного мяса, чем дольше стояла под окнами, тем больше утверждалась в мысли, что куда приятнее жить по-людски. И постепенно в ее крепкой голове созрел план. У лесного озера в полумиле от высокой горы стояла старая заброшенная изба. Никто не жил там по меньшей мере лет шесть, с тех пор, как умер прежний хозяин. Вот туда-то они сдрули и переберутся, подвяжут хвосты и нарядятся в человеческую одежу. Старуха насобирала уже целую кучу такой одежды. Недаром она, что не вечер, наведывалась к людскому жилью. Вот она и пригодилась. Теперь они станут варить себе кофе и жарить сочное мясо точь в точь, как люди. Однако сначала надо раздобыть несколько маленьких кругляшков, которые люди называют деньгами. И как это сделать, тролиха тоже придумала. В двух милях на север на хуторе Стенбака жила крестьянка, которая зарабатывала себе и своим детям на жизнь тем, что обстирывала соседей. Тролиха часами простаивала у пивоварни, наблюдая, как женщина кипятила там белье, так что она знала, как надо стирать. А еще она видела, что прачка получала за свою работу те твердые кругляшки, которые назывались деньгами, и потом посылала детей в лавку обменять их на кофе, муку и мясо. Старуха-тролиха все как следует разглядела, какие в лавке товары и как себя там вести. Большой котел, что был в хозяйстве троллей, прекрасно подходил для стирки, а если насыпать туда волшебного порошка, то белье без всяких хлопот станет белее снега. На то ты и тролль, чтобы не утруждать себя работой. Это вам не то, что сидеть в пещере да грызть сухие зайчьи лапы. Молодой тролль не привык столько думать за раз. Он было опешил от мамашиных планов, схватился за голову лапищами и задумался. Однако в конце концов мысль о жареном мясе пересилила все прочие. И когда наступил вечер, старуха-тролиха и ее сынок выбрались из горы. Котел они несли вдвоем на шесте, а прочие пожитки в котомках за спиной. Так они и прокрались к избушке у лесного озера, чтобы начать жить как люди. А на следующий день вечером раздался стук в дверь кухни дома священника, и на пороге появилась отвратительная старуха. Капюшон скрывал ее глаза, а плащ руки. Она остановилась на пороге и поклонилась. «Я бедная женщина!» запричитала она. «Мы с сыном живем в избушке в лесу и едва сводим концы с концами. Может, господа позволят мне постирать что-нибудь для них?» И вот случилось так, что как раз в это время в доме пастора было дел не в проворот. Там ждали важного гостя издалека, так что надо было все прибрать, наварить пиво и приготовить угощение. Пасторша только что пожаловалась, что просто не знает, как успеть еще и с большой стиркой, которая была намечена на эту же неделю. Кухарка сбегала за хозяйкой, и было решено поручить бедной старушке, искавшей работу, перестирать пасторское белье. Уговорились, что плату назначит сама хозяйка, когда получит белье назад и убедиться, что оно белое и целое. Старуха-тролиха отправилась домой страшно довольная. На следующий день, еще до рассвета, они с сыном вытащили старую тачку, которая стояла в сарае, и привезли домой белье с пасторского хутора. Благодаря волшебному порошку все великолепно отстиралось. Когда пасторша через несколько дней получила назад свое белье, сухое и белоснежное, она осталась очень довольна. Да, эта прачка просто находка, и к тому же ее работа обходилась так дешево. Хозяйка сама назначила цену, а старуха не умела считать и была благодарна любой монетке, какую получала. Пасторша рассказала о прачке из леса, ленсманше, купчихе и многим зажиточным крестьянкам. Так что вскоре у тролихи не было отбоя от заказов. Для троллей настали счастливые времена. Кофе варили дни напролет, и на сковороде постоянно скворчало мясо. Хлопот со стиркой было немного, достаточно было налить в большой котел воды, поставить его на огонь и бросить волшебный порошок. Стоило потом опустить туда белье, как оно вмиг становилось белоснежным. Тогда его отжимали и вешали сушиться. Даже полоскать его не нужно было. А если погода была сырая и белье плохо сохло, тролихе достаточно было лишь несколько раз взмахнуть своим старым волшебным передником, который она приберегла с прежних времен, и свиш-ш поднимался ветер и все высыхало за пару часов. Тролли так разбогатели, что завели лошадь с повозкой, чтобы развозить белье, а друль купил себе в лавке шейный платок, зеленый в красный горошек. Случилось так, что король повелел построить себе в том лесном краю дворец. У королевы было слабое здоровье, вот и решили, что замечательный лесной воздух пойдет ей на пользу. И с наступлением лета она переехала туда с дочкой принцессы, которой было всего несколько месяцев от роду. Как-то раз королевская фрейлина заглянула в гости к пастырше. В разговоре зашла речь о старушке прачке и ее сыне. Они были такие безобразные, такие стеснительные, а как смешно пугались собак. Зато отлично и быстро стирали, да к тому же и дешево, так что не надо больше возиться со стиркой дома. Эта новость очень заинтересовала фрейлину. Она отвечала за все королевское хозяйство и получала на расходы определенную сумму на год, так что была не прочь чуть-чуть сэкономить, чтобы добавить себе лишнюю монетку. пастырша заверила гостью, чудо-прачке можно без боязни доверить самое тонкое белье. И фрейлина милостиво заявила, что, пожалуй, у нее тоже найдется работа для бедной старушки. Представьте себе удивление троллей, когда их позвали в королевский дворец. Друль не больно этому обрадовался, он побаивался королевских гонщих, но все же повязал новый шейный платок, натянул шляпу на черный вихор и отправился в путь на своей громыхающей телеге. К счастью, все обошлось без приключений, и он возвратился домой с королевским бельем. Увидела старуха-тролиха крошечные одежки принцессы, и у нее голова пошла кругом от этой красоты. Никогда в жизни не видела она таких махоньких пеленок и таких миленьких вышитых распашонок и сорочек. Старуха несколько часов в кряду простояла, вертя на длинным кривом пальцы малюсенькие одежки, а потом крикнула сыну, чтобы он тоже пришел полюбоваться, но тот ничего не смыслил в подобных вещах. — Полюбуйся, друли, такие вот распашонки станет носить и твой малыш, когда ты женишься, шепнула тролиха и пихнула сына в бок. — Что ж, проворчал тролль, пожалуй, они придутся в пору трольчатам. — Трольчатам, взъярилась старуха, неужто ты собираешься жениться на тролихе? Теперь, когда мы почти выбились в люди, ну уж нет, у тебя будет миленькая беленькая женушка с длинными золотистыми волосами и самые славные маленькие светловолосые детки. Баю-бай, баю-бай, запела она и принялась раскачивать одежки на своих ручищах. — Ах, не заносись, больно высоко, сердито прошипел тролль и пнул бочку для воды так, что та расплескалась. — Ну, кто за меня пойдет? Однако уж если тролиха что вбила себе в голову, ни почем не отступится, и она спрятала пару принцессиных сорочек к себе в сундук. — Да не забудь, когда станут читать постиранные, отвести людям глаза, предупредила она сына, когда тот собрался везти белье назад во дворец. — Чуток троллей премудрости и тебе достался. Пришлось Друле повторить заклинание, которое он должен был бормотать, пока люди будут считать белье. И все прошло хорошо. Каждую неделю тролль привозил белье из замка, и всякий раз старуха припрятывала какую-нибудь одежку, но при подсчете никто этого не замечал. Но вот прошло несколько недель, и королевская нянька доложила фреллине, что дорогие одежки принцессы странным образом пропадают. Не иначе кто-то из слуг крадет их, ведь из стирки-то все возвращается в целости и сохранности. Подозрения пали на молоденькую девушку-сироту по имени Инга, которая чинила белье и пришивала пуговицы и ленточки на одежду принцессы. И хотя та отрицала свою вину, ей не поверили, ведь никто больше не имел доступа к одежде. А когда у нее в коморке нашли несколько рубашечек, которые девушка взяла туда, чтобы зашить, это посчитали доказательством ее вины, и бедняжку с позором выгнали из замка. В отчаянии побрела она по тропинке, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от замка, где на нее возвели напраслину. Во всем мире не было у нее никого, к кому бы она могла обратиться за помощью. Да и кто захочет принять воровку? В конце концов, поздным вечером, Инга оказалась у того самого лесного озера, где стояла избушка троллей. Она подошла к берегу и склонилась над зеркальной гладью. Уж лучше ей утонуть в этой глубокой прохладной воде и никогда больше не видеть людей. Но тут она почувствовала, как кто-то потянул ее за юбку. За ее спиной стояла отвратительная старуха в черном платке. Она улыбалась ей своим широким ртом, а ее маленькие глазки приветливо подмигивали испуганной девушке. «Не гоже стоять тут на холоде, так поздно вечером», сказала старуха хриплым голосом. «Пойдем ко мне в избушку, там обогреешься». Девушка испугалась старухи, но все же пошла за ней следом. Она даже обрадовалась, что хоть кто-то пригласил ее к себе в дом. Когда Инга вошла в избу и увидела парня с черной косматой челкой, она догадалась, что оказалась в доме той самой прачки из леса и почувствовала себя увереннее. Так что, когда старуха пригласила ее остаться жить в избушке и помогать по хозяйству, девушка с благодарностью приняла предложение, идти-то ей было некуда. Конечно, много ей показалось странным и в старухе, и в ее сыне. Впрочем, если жить так одиноко в глуши вдали от людей, у любого поди появятся странности. Но к ней хозяева относились с искренним радушием. Хотела было Инга помочь старухе со стиркой, но та ей не позволила. Сказала, что руки у нее слишком нежные и белые для такой работы. Вот если бы она согласилась готовить им еду, такую, как варят в домах там, в деревне, их бы это очень порадовало. И девушка стала варить хозяевам кашу и молочный суп, жарить мясо, печь блины со сметаной и хлеб. Старуха с сыном не могли на нее нарадоваться. А еще она немного прибралась в доме, в своей крошечной коморке на кухне, где спали старуха с сыном, так что в конце концов ей все вполне сносно устроилось. Одна беда. Едва тролиха увидала девушку, когда та, такая стройненькая и светленькая стояла на берегу, сразу же решила, что лучшей невесты для ее сынка не сыскать. И тут же ему так и сказала. Друль не больно-то слушал старухины речи, но чем больше сам приглядывался к Инге, тем больше чувствовал, что мать права. Он мог часами сидеть в своем углу на кухне, наблюдая за тем, как девушка хлопотала по дому. Мрачный, неотрывный взгляд его темных глаз, был для Инги настоящим мучением. Странный парень казался ей похожим на жалкого пса, который привык к побоям, но жаждал ласки. И все же ей легче было быть ласковой с собакой, чем с этим парнем, который вызывал в ней необъяснимое отвращение. Он же стремился всячески ей угодить. Стоило Инге только чего пожелать, как он учался исполнять любую ее прихоть. Но от этого ей только еще тошнее становилось. Как-то раз Инга шла по лесу и размышляла о своем житье-бытие, а еще о странном поведении старухи и том, как та иногда на нее посматривала. Жить с ними под одной крышей становится все тяжелее, думала девушка, но куда же мне уйти? И тут встретился ей на лесной тропинке молодой королевский егерь. Его-то она больше всего боялась повстречать. Когда девушку словно воровку прогоняли из замка, ей горше всего было думать, что и этот юноша, который так приветливо и любезно разговаривал с ней, когда она сидела и шила в королевском саду, решит теперь, что она и в самом деле воровка. Инга поспешила свернуть на другую тропинку, однако юноша догнал ее. «Добрый день, Фрэкен Инга», сказал он, «я так долго тебя искал, хотел сказать, что верю, ты невиновна и обвинили тебя напрасно». Девушка остановилась и посмотрела на охотника, на глазах ее навернулись слезы, надо же, хоть один человек поверил в ее невиновность. «Пойдем со мной», попросил он, «я отведу тебя к моей матушке, а через несколько лет, когда заживу своим домом, мы поженимся». Однако Инга только головой покачала, «твоя матушка не захочет принять меня, не о такой жене мечтает она для своего сына, если ты женишься на мне, то разрушишь свое будущее, но все равно спасибо, что ты мне веришь». Молодой охотник попытался было удержать девушку, но та торопливо скрылась в лесу. Тролль, который по привычке следил издалека за Ингой, спрятавшись за валуном, видел, как она разговаривала с егерем. Он очень закручинился и вернулся домой с поникшей головой. Тем временем в избушке старуха-тролиха с восхищением рассматривала крошечное платьице принцессы из тончайших кружев, легких, словно паутина. «Ты только полюбуйся!» сказала она сыну. «Представь, как мы наденем такую красоту на твою с Ингой детку!» И тут тролль прошипел со злостью. «Помолчи лучше! Разве захочет она в мужья такого, как я?» «Нет! Ей подавай стройного, а не горбатого, да с зеленой бархатной шляпой с перьями! Полюбуйся на мою черную челку и широкий рот!» «На мои огромные волосатые лапищи!» закричал он и с отчаяния так боднул головой в стену, что все в доме задрожало. «Ну, ну!» сказала старуха. «Я все улажу, а ты отправляйся-ка в замок, отвези белье, да не забудь, когда станут считать постиранные отвезти людям глаза, потому что это платьишко я оставлю себе!» Она сунула платье в сундук и захлопнула крышку. С тех пор, как в замке обнаружили пропажу, тролиха не осмеливалась брать принцессе на одежке, но на этот раз просто не могла расстаться с полюбившимся ей платьицем. Тролль уехал, а в избу вернулась Инга. «Послушай, крошка!» ласково заговорила с ней старуха, наклонив голову. «Как ты посмотришь на то, чтобы вам с моим друлли пожениться?» И, заметив ужас в глазах девушки, поспешно добавила, «Подойди-ка сюда, голубушка, я тебе кое-что покажу!» И она с таинственным видом открыла сундук. «Ну, теперь уж девчонка не устоит», думала тролиха. «Видела ли ты когда такую красоту? Вот в чем будут ходить твои детки, когда вы с друлей поженитесь?» Инга вскрикнула от ужаса. «Это же одежда принцессы!» «Ну-ну!» проворчала довольно тролиха. «И что такого?» «Ну, матушка!» возмутилась Инга. «Разве ты не понимаешь, что это воровство?» «Воровство!» со злостью повторила старуха. «Люди вечно так странно говорят, всяк берет то, что плохо лежит». «Разве ты не знаешь, что воровство это страшный грех?» спросила Инга в испуге. «И слушать ничего не желаю», прошипела старуха. Она бросила на Ингу гневный взгляд, потянула к себе маленькие сорочки и сунула их назад в сундук. Но от резкого поворота у тролихи развязался хвост, и когда она склонилась над сундуком, Инга ясно его увидала. У девушки ноги подкосились от ужаса, она опустилась на скамью не в силах пошевелиться. Старуха с досадой закрыла сундук и вышла из дома, волоча за собой хвост. «Приготовь кофе к моему возвращению!» крикнула она в дверях. «А я пойду постираю!» Только тролиха ушла, Инга выскочила из избушки и бросилась в лес. Ей хотелось убежать подальше от жилища троллей. Девушка все еще дрожала от страха, ведь она так долго прожила с троллями под одной крышей. Плача бежала она, не разбирая дороги, и вдруг столкнулась с молодым егерем. Тот бродил по лесу в печали и горевал, что Инга его оставила, но на этот раз она от него не убежала. Дрожа как лист, девушка прижалась к охотнику и прошептала «Спаси! Спаси меня от троллей!» Увидев же, как юноша схватился за меч, готовый броситься на ее защиту, она все же опомнилась. «Нет-нет, не причиняй им зла!» взмолилась она. «Они были добры и приютили меня, когда я осталась без крова одна-одинешенька!» Тогда егерь снова попросил Ингу пойти с ним к его матери, и на этот раз девушка не стала упираться, она слишком устала, чтобы гречить. Мать молодого егеря была добрая и умная женщина, она сразу увидела, что Инге нужна забота, не стала задавать лишних вопросов, а уложила ее в постель и ухаживала за ней, как за родной дочерью. Тем временем тролль явился на королевский двор мрачнее тучи. Молодой егерь не выходил у него из головы, так что, когда стали считать белье, он забыл пробормотать заклинания и очнулся от своих мыслей, лишь когда фрейлина во второй раз спросила его строгим голосом, где же крестильное платье принцессы? Тут-то Друли смекнул, что опростоволосился. «Ах, это!» сказал он и провел рукой по челке. «Да я, наверное, позабыл его, сбегаю сейчас домой и принесу». Когда тролль добрался до своей избушки, то не нашел там ни старухи, ни девушки. Он открыл сундук и стал в нем рыться. Как тут узнаешь, какую пропажу с него требовали? Лучше уж отнести сразу несколько одежек, рассудил Друли. Пусть там сами выбирают. Схватил несколько рубашечек и пеленок, он помчался назад. Вернувшись на королевскую кухню, он показал одну пеленку. Вот это! Служанка в изумлении уставилась на него. Тогда он выложил и все прочие одежки. Ну, или вот одна из этих. Служанка дала тайный знак поваренку, чтобы тот позвал Фрейлину, пусть поспешит на кухню. Но тролль ничего не замечал. Вдруг он почувствовал тяжелую руку у себя на плече. Это были стражники, которых позвали, чтобы схватить вора и заточить его в башню. Тут Друля пришел в себя и понял, что попался. В приступе ярости отпихнул он одного стражника, легнул другого, да так, что те покатились в разные стороны. Сам же он вскочил в повозку и погнал в лес так, что искры из-под копыт полетели. Не успели придворные прийти в себя и броситься в погоню, как тролля и след простыл. Когда же солдаты добрались до избушки у лесного озера, та оказалась пуста, дверь болталась на скрипучих петлях, а на веревке висело белье присяжного заседателя. Тогда-то в замке вспомнили о бедной девушке, которую так незаслуженно обвинили в воровстве и выгнали прочь. Королева корила себя за строгость и велела искать бедняжку повсюду. Как же обрадовалась она, когда егерь сообщил, что знает, где девушка. Юноши приказали немедленно оседлать коня и отправиться за ней. Когда Инга услышала, что воров нашли, но тролль и его мать скрылись, она страшно обрадовалась и сразу же выздоровела и охотно отправилась с егерем в замок. Королева приняла ее с распростертыми объятиями и поцеловала в обе щеки. Все наперебой хотели оказать девушке какую-нибудь любезность. Инге пришлось рассказать свою историю. выслушав ее, королева сказала, «Я хотела взять тебя с собой в город, выучить и сделать фрейлины, но теперь ты вольна выбирать. Может быть, ты предпочтешь выйти замуж за моего егеря?» И, конечно, Инга выбрала именно это. Королева велела произвести юношу в старшие егери и построить для него охотничий домик с видом на лесное озеро, а избушку троллей сравнять с землей. И вот прошел год. Как-то осенним вечером Инга с мужем сидели у очага и любовались на своего первенца, лежавшего на коленях у матери. Такой он родился красивый и милый. Инга улыбалась счастливой улыбкой. Вдруг ей показалось, что она услышала за окном чей-то вздох. Она оглянулась и увидела за окном два печальных тролличьих глаза. Она вскрикнула и муж бросился за дверь, но никого не нашел. Лишь вой ветра ответил на его оклик. Однако, когда он хотел войти в дом, то заметил, как что-то белеет на пороге. Это был узелок с грязными одежками принцессы. Больше в том краю троллей не видели. Видимо, старуха с сыном перебрались вслед за остальными подальше в лесную глушь. Но Инга иногда их вспоминала и всякий раз желала им доброй жизни там, в горах, с другими троллями. в лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Угольный человечек. Голландская сказка. В Голландии жил старый горшечник, у которого был один сын – Кай. Усердно работал старик. День и ночь он делал красивые горшочки, покрывал их глазурью, а потом обжигал в громадных печах на очень сильном огне. 13-летний Кай помогал ему, как умел. Он приносил топливо для печи, поддерживал огонь, мешал уголь. Хороший был мальчик этот Кай, только слишком любопытный, а иногда и непослушный. Сделав много плошек и горшочков, отец Кая обыкновенно возил их в соседний город продавать. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером. Однажды как-то собрался он везти посуду на продажу и сказал Каю. «Смотри, сынок, веди себя хорошо. Сиди дома, читай книги и не ходи к плотинам, туда, где стоят развалины старого дома. Не нужно туда ходить». «А что там такое?» – спросил Кай. «Сам не знаю», – ответил горшечник. «Только люди уверяли меня, что туда ходить опасно, особенно вечером». Кай остался дома, почитал немного, потом зевнул, ему сделалось скучно, и стал он придумывать, чем бы заняться. Возле печи Кай увидел большой кусок древесного угля, целую обгоревшую головешку, которая формой напоминала человеческую фигуру, только без рук и без ног. «Вот славная головешка!» – подумал Кай. «Попробуй сделать из нее куклу». Он взял перочинный ножик и стал осторожно закруглять голову, сделал кукле плечики, туловище. Потом отыскал четыре продолговатых уголька и два из них приклеил к плечам, два к туловищу. Кукла вышла на славу. По крайней мере, она очень понравилась Каю. «Ах ты славный, славный угольный человечек!» – крикнул Кай и поцеловал фигуру в круглую голову. Как только он сделал это, маленькая черная голова быстро зашевелилась и закивала. На ней ясно выделились нос, рот, уши, глазки и черные волосы. Вообще вся она так и осталась черной угольной. Вдруг крошечные черные губки задвигались, и Кай услышал тоненький, писклявый голосок. «Молодец, Кай! Спасибо тебе! Ты отлично сделал меня! А поцелуем и лаской дал жизнь моей голове! Да верши же благодеяние! Обдай меня всего теплым человеческим дыханием! Тогда я живу и когда-нибудь в трудную минуту отблагодарю тебя!» «Почему бы и не оказать этой услуги человечку?» – подумал Кай. Взял его в руки, пододвинул к своему лицу и несколько раз сильно дохнул на него. Что за чудо! Человечек совсем ожил, на его ручках появились маленькие пальцы, ноги быстро-быстро зашевелились, и он пропищал. «Пусти меня, Кай! Теперь я совсем живой! Только обращайся со мной осторожно, потому что я все-таки угольный, и меня легко сломать!» Кай разжал руки, и человечек от радости, что ожил, стал прыгать по всей комнате, размахивать руками, вертеться и танцевать. Он был очень мал ростом, с поларшина, и весь черный, как трубочист, в черной же одежде, тоже напоминавший костюм трубочиста, в черных башмачках. На его черном угольном личике блестели и искрились черные же глазки. «Милый Кай, славный Кай!» – пел он, танцуя по комнате. «Ты сделал меня и своей любовью дал мне жизнь! Смотри же, я отблагодарю тебя!» Тут он расшаркался, низко поклонился Каю, отворил дверь и убежал. Кай долго смотрел, как он быстро-быстро шагал по снегу. Весь день Кай сидел дома, думая о маленьком черном угольном человечке, и все задавал себе вопрос, придет ли он когда-нибудь ко мне, и как меня отблагодарит? На следующий день все пошло по обыкновенному. Отец делал горшочки, Кай приносил топливо, складывал его в громадные обжигательные печи. Словом, все было как всегда. И посреди ежедневной усердной работы мальчик совсем перестал думать об угольном человечке. Через некоторое время горшочник опять изготовил множество глиняной посуды и раз рано утром отправился в город продавать ее. На прощание он сказал Каю, «Веди себя хорошо, Кай, читай, играй, но смотри, не ходи к разрушенному дому. Люди говорят, что там бывать опасно, особенно вечером, смотри же. Дело в том, что я, может быть, не вернусь сегодня, а приеду только к завтрашней ночи. Посуды у меня много, и вряд ли удастся в один день распродать ее». С этими словами он сел на облучок санок, шевельнул вожжами и поехал к городу. Кай Кай сначала читал, потом вздремнул немного, потом вспомнил об угольном человечке. Ему было скучно. Он вышел из дома, побродил по двору, и, вспоминая, как он делал угольную куклу и как она ожила, стал незаметно для себя отходить от дома все дальше и дальше. «Ах, да я иду в сторону моря», – подумал Кай. «А ведь отец не велел мне ходить к старому разрушенному дому. А почему не велел и сам не знает? А что там может быть?» В Кае заговорило любопытство. Да такое сильное, что он забыл о запрещении отца, об опасности, о страхе, обо всем, и решил войти в старый дом, о котором говорили, будто он выстроен сто лет назад. Еще уверяли, что там случилось какое-то несчастье, и что хозяева бросили его. Дом стоял пустой и понемногу разваливался. Кай подошел к нему. Это было громадное мрачное здание с выбитыми окнами, с сорвавшимися с петель дверями. Кай немного постоял перед ним, потом переступил обветшалый порог. Пустая мрачная комната. Ничего страшного. Он перешел в другую, третью. Наконец попал в большую залу. Ее наполняли необыкновенные вещи. Тут были восьмиугольные, пятиугольные и четырехугольные столы, заставленные странной посудой, банками и какими-то жидкостями, чашами. Громадные кресла с очень высокими спинками, украшенные резными змеями, с глазами из драгоценных камней, какие-то музыкальные инструменты невиданной формы и так далее. Посередине комнаты стоял бронзовый блестящий нарядный стол, а на нем, подпертая стойкой, громадная книга в черном переплете с золотыми застежками. Каю стало очень страшно. Он повернул к двери, но ее не оказалось на месте. Все стены комнаты сплошь покрывали толстые ковры, и не было видно, где кончался один, где начинался другой. Кай бросился к стенам и стал ощупывать их. От отчаяния слезы выступили у него на глазах, но он никак не мог найти двери. Со стоном мальчик отошел от стены и, как только повернул голову, увидел, что посреди комнаты подле черной книги стоит старуха в черном платье, с бледным лицом, с трясущейся головой, и с длинными космами седых волос, торчащих из-под остроконечной шапки, вышитой какими-то знаками. В руках у старухи была большая черная клюка с изогнутой ручкой. Она смотрела на Кая, и ее маленькие глазки блестели, как у молодой девушки. «Не бойся, не бойся! Лучше подойди ко мне, миленький!» Сказала она. «Я ничего с тобой не сделаю! Только тысяча пятьсот лет ты не выйдешь из этого дома! Ты будешь моим учеником! Я научу тебя вызывать гениев! Но для этого ты не должен никогда больше видеться с людьми! Гении дадут тебе богатство, роскошь и удобство! Вот видишь, тебе нечего огорчаться!» «Нет, лучше отпустите меня!» Сказал Кай. «Мне не нужно ни роскоши, ни богатства! Я хочу видеть отца! Хочу жить с людьми! На что мне золото и другие сокровища, раз я не буду по-прежнему видеться с моими товарищами, с друзьями, со всеми, кого я любил!» «Довольно разговаривать! Ты останешься у меня и дело с концом! Молчи!» «А не то!» И она с угрозой подняла клюку. На следующий день старуха велела Каю снять старое голландское платье, принесла новое, какого-то странного покроя, сделанное из бархата и атласа, покрытое дорогой вышивкой и унизанное сверкающими драгоценными камнями. «Это чтоб тебе не было скучно!» Сказала она. Чернокнижница принялась учить Кая своему искусству. Не обращая внимания на слезы и просьбы мальчика, она заставляла его процеживать страшные яды, варить похлебку из ядовитых змей и жаб, помешивая ее громадной ложкой. И недели через две приступила к главному. Вызыванию гениев по книге в черном переплете с золотыми застежками. Для этого нужно было читать странные буквы, составлявшие странные слова, и трижды произносить заклинания. Когда Кай заучил первую фразу и по приказанию старухи при ней вызвал гения недр земли, комната наполнилась страшным шумом, осветилась золотистым светом, и в ней появилось железное существо, похожее не то на птицу, не то на человека с алмазным ожерельем и громадными золотыми крыльями. Старуха произнесла второе заклинание, и вот из его полулап, полурук, посыпались осколки золота. Много золота. Перевернув страницу, чернокнижница произнесла третье заклинание. И гений исчез. Потом, когда колдунья осталась наедине с Каем, она заставила мальчика собрать золото в ларчик. Однажды старуха сказала, «Мне нужно улететь далеко, далеко отсюда, в теплую страну, к великому городу, который стоит на семи холмах, за травой, отмыкающей все замки, все затворы. Только под стенами того старого города растет она. Лететь мне придется далеко. А потому я вернусь вечером. Чтобы тебе не было скучно, изволь к завтрашнему дню затвердить вот это заклинание. Выучись хорошенько произносить слова, но только помни, не смей говорить их, стоя перед книгой и положив руку на ее раскрытой странице, иначе тебе же будет худо». Сказав это, старуха свистнула, и на ее зов неизвестно откуда появился зеленый крылатый дракон. Она уселась на него и в одно мгновение вылетела через трубу огромного камина. Кай остался один. Прежде всего, он попробовал опять отыскать дверь, чтобы, если возможно, убежать и вернуться к отцу. Но, как и в прошлый раз, ничего не нашел. Походил по комнате, поплакал. Потом сел за книгу, раскрытую на той странице, на которой ему нужно было учить заклинание, и принялся твердить странные волшебные слова. Он очень легко освоился с ними, так как привык заучивать слова из этой книги, и вдруг ему захотелось узнать, что будет, если он без старухи вызовет гения, и какой гений явится к нему. Кай понимал, что это неблагоразумное желание, но никак не мог совладать с любопытством. Наконец он встал, подошел к бронзовому столу, и, положив руку на раскрытые листы книги, дрожащим голосом начал говорить «Карикари, бум-бум!» и другие таинственные слова. Едва он повторил заклинание в третий раз, как в комнате что-то зашипело, затрещало. В камине вспыхнул яркий красный огонь и залил всю залу зловещим светом. Среди багровых клубов дыма, ворвавшихся неизвестно откуда, появился гений на ярко-красных, с желтым крыльях. Его глаза и все лицо горели нестерпимым блеском. Пламя и огонь расходились от его громадных крыльев, зажигая все вокруг. Без слов Кай понял, что он вызвал гения огня. В отчаянии мальчик стал перелистывать страницы, но не мог найти заклинание, имевшее силу прогнать страшного гения. Вот стали тлеть ковры, вот вспыхнул стул из сухого дерева, вот обуглились ножки дивана. В эту минуту, взглянув на уголь, Кай вспомнил об угольном человечке, который был так рад, что он дал ему жизнь и на удачу закричал «Угольный человечек! Угольный человечек! Ведь ты же обещал помочь мне в трудную минуту! Сюда! Сюда!» И пора было позвать его. Волосы на голове Кая уже начали тлеть. Мальчик хотел снова закричать, но увидел, что перед ним стоит маленькая черная фигурка с блестящими живыми глазками, кланится ему и говорит «Хорошо, что ты позвал меня! Я сейчас тебе помогу! Я не боюсь огня, мы с ним давно знакомы и даже состоим в некотором родстве! Всякого гения я сумею прогнать, потому что тот уголь, из которого ты сделал меня, был прежде старый-старый сосной, росший возле дома гораздо более могучего колдуна, чем твоя чернокнижница! Сосна знала наизусть все заклинания, все волшебные слова! «Да что же ты болтаешь, а не поможешь мне! Смотри, ведь вокруг нас все плает! Вот-вот я сам сгорю! Помоги же мне, угольный человечек!» В одно мгновение черная фигурка сделала уморительный прыжок, вскочила на кресло, потом на стол и, перевернув в семь страниц прочитала писклявым голосом коротенькое заклинание. Гений мгновенно исчез, огонь потух, и в комнате остался только запах гари. «Ну что же будет со мной?» простонал Кай. «Ведь старуха все равно убьет меня! Она никогда не простит мне моего непослушания!» «А зачем тебе ждать старуху?» спросил угольный человечек. «Разве тебе не хочется вернуться домой к отцу?» «Как же не хочется!» ответил мальчик. «Очень хочется!» «Да как выйти из этой залы?» «Да так и выйди!» ответил угольный человечек. «Огонь оказал тебе услугу! Ведь дверь-то сгорела! И сгорела та волшебная картонная чаша, в которой лежал талисман, скрывавший выход из залы. От обыкновенного огня чудодейственная чаша не погибла бы! Но ведь тут был сам огненный гений! А это не шутка! Иди же, не мешкай! Пора! Пора!» И угольный человечек быстро побежал к стене, на которой лохмотьями висел почерневший обгоревший ковер. Кай шел за ним. Угольный человечек дотронулся до ковра своей маленькой черной ручкой, с удовольствием понюхал его и сказал мимоходом, «Как славно пахнет! И он стал гораздо красивее прежнего! Черный, угольный! Но ведь вы, люди, этого не понимаете! Ну, смотри же! Вот и выход!» Он отодвинул ковер, Кай увидел обгоревшую, настежь открытую дверь, и, не помня себя от радости, выбежал из нее. Он быстро прошел через все остальные пустые комнаты полуразрушенного дома и вскрикнул от удовольствия, ступив на оттаившую землю и вдохнув чистый воздух ранней весны. «Как долго я пробыл здесь!» сказал он. «Вошел сюда зимой, а теперь уже наступила весна!» «Да, да», ответил человечек. «Только идем, идем, торопись домой!» И они побежали. У дверей дома горшичника угольный человечек простился с Каем, пожал ему руку своей черной ручкой и сказал «Теперь ты больше меня не увидишь. Мне было позволено только раз оказать тебе услугу, а теперь уж я не буду заботиться о тебе. Заботься о себе сам и будь счастлив». Он кивнул Каю головой и быстро побежал прочь. Кай бросился в дом отца. Увидев сына, старик не поверил собственным глазам. Кай рассказал ему обо всем, что случилось, а отец вместо слов только целовал его и плакал. Кай исправился, он поступил в школу, а через много лет сделался ученым, который особенно любил добывать из земли уголь и исследовать его. сказки, собранные братьями грим. Фридер и Катерлисхен Жили-были на белом свете муж, которого звали Фридер, да жена ее звали Катерлисхен. Поженились они не так давно и считались еще молодыми. Однажды сказал Фридер, я пойду в поле Катерлисхен, а как вернусь оттуда, пусть у тебя тогда на столе будет приготовлено что-нибудь жареное для утоления голода, да какое-нибудь прохладительное питье для утоления жажды. Ступай, ступай, Фридер, отвечала ему Катерлисхен, уж я тебе все как следует приготовлю. Когда же наступило время обеда, она достала из трубы колбасу, которая там коптилась, положила ее на противень, подбавила к ней маслица и поставила противень на огонь. Колбаса стала поджариваться и шкварчать на противне, а Катерлисхен, стоя около огня и держась за ручку противня, сама про себя раздумывала. А что, пришло вдруг ей в голову, пока колбаса и жарится, ведь я б тем временем могла в пугри спуститься и питья нацедить. Вот она установила противень-то на огне покрепче, взяла кружку, сошла в погреб и стала цедить пиво. Течет пиво в кружку, Катерлисхен на него смотрит, да вдруг испохватилась. Э, собак-то у меня наверху не привязана, пожалуй, еще колбасу-то из противня вытащит, вот будет тело-то. И в один миг взбежала по лестнице из погреба и видит. Собака уж держит колбасу в зубах и волочит ее за собою по земле. Однако ж Катерлисхен не лениво бегать, пустилась за собакой в погоню и гналась за нею довольно-таки долго по полю. Но собака бежала быстрее ее и колбасы из зубов не выпускала и уволокла ее за поле. «Ну, что есть, то есть», сказала Катерлисхен, вернулась назад и, утомившись от беготни, пошла домой тихонько, чтобы немного остудить себя. А тем временем пиво из бочки бежало да бежало, потому что Катерлисхен забыла кран завернуть. Налилась кружка полная, а потом потекло пиво мимо кружки в погреб и текло до тех пор, пока вся бочка не опорожнилась. Катерлисхен еще с лестницы увидела, какая беда случилась в погребе. «Вот тебе на!» воскликнула она. «Что ж теперь делать, чтобы Фридер этой беды не заметил?» Подумала, подумала, да и вспомнила, что еще с последней ярмарки на чердаке лежит у них мешок с отличной пшеничной муки. Вот и подумала она тот мешок с чердака снести да в погребе и рассыпать по полу залитому пивом. «Да уж, это можно сказать», подумала она, «запас беды не чинит и в нужде пригождается». Полезла она на чердак, стащила оттуда мешок и спустила его с плеч как раз на кружку полную пива. Кружка опрокинулась и питье, приготовленное для Фридера, тоже разлилось по погребу. «Недаром люди говорят», проговорила Катерлисхин, «что где одно положено, там и другому место найдется». И рассыпала муку из мешка по всему погребу. И когда рассыпала, налюбоваться не могла на свою работу и даже сказала, «Вот как тут все чисто и опрятно теперь». В обеденное время пришел и Фридер домой. «Ну-ка, Катерлисхин, что ты мне приготовила?» «Ах, Фридер», отвечала она, «задумала я тебе колбасу изжарить, но пока я пиво из бочки цедила в погребе, собака утащила колбасу с противня, а как я погналась за собакой, все пиво из бочки ушло. Задумала я погреб от пива пшеничной мукой высушить и кружку с пивом тоже опрокинула. А, впрочем, будь покоен, в погребе у нас теперь сухо». «Женушка, женушка», сказал ей Фридер, «лучше б ты этого не делала. Колбасу дала собаке утащить, пиво дала из бочки утечь, да еще пиво засыпать пшеничной мукой выдумала». «Так-то не предвидела. Ты бы должен был мне все вперед сказать». Фридер подумал, «Ну, если и дальше так с женой пойдет, так и точно придется мне самому обо всем заранее подумать». Вот и случилось, что накопивший порядочную сумму талерами, поменял он их на золото и сказал Гатерлисьен, «Вот видишь тут эти желтые черепочки? Эти черепочки я сложу в горшок, да зарою в хлеву под яслями у коровы, только смотри не трогай их, а не то тебе от меня достанется». И она сказала, «Нет, муженек, ни за что не трону». Когда же Фридер ушел, пришли в деревню торговцы продавать глиняные кружки и горшки и спросили у Катерлисьен, не желает ли она что-нибудь купить. «Э, добрые люди», сказала Катерлисьен, «Нет у меня никаких денег, и ничего я у вас купить не могу. А вот если вам нужны желтые черепочки, так на черепочке и я бы у вас кое-чего купила». «Желтые черепочки? А почему бы не нужны покажи-ка их нам». «Так вот, ступайте в хлев и поройтесь под яслями у коровы, там и найдете желтые черепочки в горшочке, а я при этом и быть не смею». Плуты торговцы пошли по ее указанию, порылись под яслями и отрыли чистое золото. «Золото они забрали, да с ними и бежали, а товар свой, горшки да кружки, весь в доме покинули». Катерлисхин и подумала, что и эта новая посуда ей пригодиться может, но так как на кухне в ней не было недостатка, то у всех новых горшков она повыбивала дно и расставила их в виде украшения на заборные столбы вокруг дома. Как вернулся Фридер домой, как завидел это новое украшение, так и стал говорить. «Дорогая, что это ты опять наделала?» «А это я купила, дорогой, на те желтые черепочки, что под яслями у коровы зарыты были. Сама-то я туда не ходила, так продавцы уж их откопали». «Ах, Катерлисхин, что ты наделала? Ведь это ж не черепки и были, а чистое золото, и в том было все наше состояние, ты бы этого не должна была делать». «Так-то так, дорогой», отвечала она, «но я же этого не знала, ты бы мне должен был наперед сказать». Постояла минутку, Катерлисхин подумала и говорит, «Послушай-ка, муженек, ведь золото твое ты можешь снова добыть, побежим скорее вслед за ворами». «Пойдем, пожалуй», сказал Фридер, «попытаемся, захвати только с собой хлеба и сыра, чтобы было что по дороге перекусить». «Ладно, муженек, захвачу». Пустились они в погоню, и так как Фридер был на ногу легче жены, то Катерлисхин от него и поотстала. «Этак-то и еще и лучше», подумала она, «как будем назад возвращаться, мне же менее идти придется». Вот и пришли они путем дорогу к горе, где на обоих склонах прорезаны были колесами глубокие колеи. «Ишь ты», сказала Катерлисхин, «ведь они тут бедную землю изрезали, изрыли и исполосовали так, что во весь век не заживет». «Да с великой то жалости возьми и намажь все колеи маслом, чтобы колеса по ним мягче катились, а между тем, как она над колеями нагибалась, выкатилась у нее одна головка сыра из фартука и покатилась вниз по горе. «Ну нет, брат», сказала Катерлисхин, «я раз-то взошла на гору, а из-за тебя другой раз восходить на нее не стану, пусть другой сыр за ним скатится и вернет его сюда». Взяла она другую головку сыра и скатила ее вслед за первой. Однако же сыры не возвращались к ней. Тогда она и третий вслед за ним спустила и подумала, «Может быть, они третьего поджидают и не хотят возвращаться одни?» Но и три сыра не возвращались. Тогда она решила, «Видно, третий-то не нашел к ним дороги и заблудился на пути. Пошлю-ка я и четвертый за ним, пусть позовет их». Но и с четвертым тоже случилось, что и с третьим. Тогда женушка рассердилась, швырнула под гору и пятую и шестую головку, так что у нее сыра уж и совсем не осталось. Однако же она их некоторое время поджидала еще и прислушивалась, но так как сыры не возвращались, она на них махнула рукой и проворчала, «Вас хорошо бы за смертью посылать, ждать вас не стану, захотите и сами меня нагоните». Пошла Катерлисхин дальше и сошлась с мужем, который остановился и поджидал ее, потому что ему есть захотелось. «Ну-ка, давай сюда, что у тебя там есть в запасе?» Та подала ему сухой хлеб. «А где же масло и сыр?» «Ах, муженек, маслом я калии на дороге вымазала, а сыры наши скорехонько вернутся, один у меня из рук выкатился, а другие я сама за ним вслед послала, чтобы они его обратно привели». «Ну, женушка, могла бы ты этого и не делать. Эх, что выдумала маслом дорогу смазывать, а сыры с горы скатывать?» «Так-то так, муженек, да все же ты виноват. Зачем не предупредил меня?» Пришлось им обоим закусывать сухим хлебом. Вот и сказал Фридер. «Женушка, да заперла ли ты дом наш, как из него уходила?» «Нет, муженек, ты бы мне это сказать должен был». «Ну, так воротись же домой и сначала запри дверь, а потом уж и пойдем дальше. Да, кстати, уж и поесть чего-нибудь другого принеси, я буду тебя здесь поджидать». Пошла Катерлисхин домой, да и думает, «Муженек хочет чего-нибудь другого поесть. Сыр да масло ему не по вкусу пришлись, так вот, захвачу я для него из дому целый узел сушеных груш и кружку уксусу». Затем она задвинула задвижкой дверь верхнего этажа в доме, а нижнюю сняла с петель и с собой захватила, положив на плечи, а при этом подумала, что, коли дверь у ней под охраной будет, так и в дом никто войти не сможет. Нескоро дошла до места Катерлисхин и все думала, пусть муженек-то тем временем отдохнет. Когда же дошла она до Фридера, то сказала, «Вот тебе, муженек, и дверь домовую принесла, на-ка, сторожи ее». «Ах, господи, то-то умная у меня женушка, нижнюю ты дверь с собой унесла, так что каждому теперь в дом наш путь открытый». А в верхнем этаже задвижкой задвинула, «Ну, теперь уж поздно домой ворочаться, но уж если ты сюда дверь притащила, так изволь же тащить ее на себе и дальше». «Это я и понесу, муженек, а уж узел с сушеными грушами и кружку с уксусом мне нести тяжело. Я их на дверь повешу, пусть их дверь несет». Вот они наконец и в лес вошли, стали искать плутов торговцев, однако же не нашли. Стало уже темнеть и забрались они на дерево, предполагая там переночевать. Но едва наверху уселись, как пришли под то дерево те самые добрые молодцы, которые уносят с собой все, что само за ними идти не хочет и умеют разыскивать вещи прежде, чем они потеряются. Сели они под деревом, на которое Фридер и Катарлисхин залезли, развели огонь и собирались делить свою добычу. Фридер спустился с дерева на другую сторону набрать каменьев, опять влез с ними на дерево и хотел пришибить ими воров насмерть. Но ни один из его камней не попал в цель и воры стали говорить между собой. Видно, скоро светать начнет, ветром стало сбивать с елей шишки. А Катарлисхин тем временем все еще держала дверь на плечах и так как ей было держать тяжело, то она и подумала, что это узел с грушами дверь оттягивает и сказала мужу, я узел с грушами брошу. Нет, женушка, теперь не бросай, а то по грушам и нас на дереве разыщут. Нет, брошу не могу, уж очень они меня тяготят. Ну, так и делай, черт возьми. И посыпались груши сквозь ветви вниз, а те, что внизу сидели, даже и внимания на них не обратили. Немного спустя Катарлисхин, которая по-прежнему изнемогала под тяжестью двери, сказала мужу, ах, муженек, мне и уксус тоже надо вылить. Нет, женушка, не делай этого, а то они, пожалуй, нас отыщут. Ох, муженек, не могу, я должна его выплеснуть, уж очень он меня тяготит. Ну, так выливай же, черт побери. Выплеснула она уксус и обрызгала внизу добрых молодцев. Стали они друг с другом переговариваться, что рассамол падает. Наконец-то Катерлисхин догадалась, да уж не дверь ли это мне так оттягивает плечо, и сказала мужу, муженек, я и дверь тоже скину с плеч. Как можно, тогда нас сейчас же откроют. Ах, не могу, очень она меня тяготит. Да нет же, держи ее. Нет, никак не могу, обраню. Ну так вали же ее, нелегко ее побери, отвечал Фридер с досадой. Дверь свалилась с дерева с шумом и грохотом, и воры под деревом закричали. Сам дьявол на нас валится с дерева! Бросились в рассыпную и всю добычу покинули на месте. Ранешенько утром, когда Фридер и Катерлисхин спустились с дерева, они нашли под ним все свое золото и понесли его домой.